Царь небесный, утешитель дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь. Сокровища благих и жизнеподателю принесились в нас, И очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, благослови наше занятие по слову Твоему, Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии, единодушии по слову Твоему. Всякие раздоры, распрыс, споры, недоумения оставь. Направь наши мысли к горнему, Господи. Дай со вниманием слушать все, что здесь мы услышим. Дай память и все запомнить, Господи. Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Да, пришел. Белый, белый, белый. За хорошей такой песней. После большой... Сегодня 12 января 2020 год. Послание к коринфянам Святого Апостола Павла. Простите, послание к коринфянам Святого Апостола Павла. Первая глава, второй стих. Церковь Божия, находящаяся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Понял? Сейчас сделаю. Мир всем сестом Христом Христом. Толкование. Церкви не до того или другого, но... Церкви не того или другого, простите, но Божией. То есть, он пишет, Церкви Божией. Как же вы имеете предстоятелями людей? Вопрос. Если опять вы церковь, то должны быть в совершенном единении. Вы освящены не в человеке каком-либо, но во Христе, то есть через крещение, а не через мудрость или богатство, которыми гордитесь. И то самое говорит, что вы уверовали не от вас, но вы послушались и уверовали потому, что были призваны Богом. Поэтому и вера имеет свое начало от Бога. Ибо если бы он не призвал, то вы не уверовали бы. Благодать, говорит, и мир, да будут не только с вами, Коринфи, но и со всеми призывающими имя Христа, а не такого-то или такого-то. Упоминает о верующих во всяком месте, чтобы показать, что все верующие составляют одну церковь, где бы они ни были. Как же вы, живя в одном городе, разделились? С другой стороны, присовокупил нашего, ибо сказав Господа нашего, Иисуса Христа, и поместив в середине во всяком месте, повторил и сказал, Господа у них и у нас, дабы показать, что владыка для всех один. Некоторые, впрочем, понимают эти слова так, как они стоят, во всяком месте у них и у нас, то есть в котором и мы живем, и они. Я думаю тут легче сказать, вспомнить молитву Отче наш, то есть этим говорится, что и Христос, Господь наш, молитва Отче наш. да, мы дети одного Бога, и мы спасаемся не поодиночке, а в церкви, церковь это корабль, и прообраз вот этой церкви, это был Ноев Ковчег, где восемь душ спаслись, а остальные большинство. Да что значит большинство, тут даже большинство, не назовешь, весь мир Господь потопил. Поэтому, когда вы слышите от людей, а что все погибнут, два миллиарда мусульман, которые вот так верят, Бог же один, а пути разные. Бог-то один, и путь один. Господь говорит, я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Мусульмане хотят пройти к Отцу без сына, то есть они сына не признают, и два миллиарда погибнут, два миллиарда погибнут. Так Писание говорит. И они нас называют люди Писания, и Коран говорит, что они должны жить по Писанию, и мы это Писание всякий раз и в чат-рулетке, и в общих разговорах это Писание проповедуем. Мы верим, что нужно жить так, как там написано. И Господь Иисус Христос наш, и ваш, дорогие мусульмане, и наш, Он наш, и вы можете прийти к покаянию и принять Христа в свое сердце. Он воплотился, Бог-Отец воплотился, и это мы говорим, но не принимает, не верит. Это Дух Антихриста, который не принимает Иисуса Христа, происшествующего воплоти. Я думаю, тут еще можно прочтение поставить по-другому немного. Со всеми призывающими имя Бога, нашего Иисуса Христа, потому что слово Господь переводится, как и Бог. Вот еще во всяком месте и у них, и у нас. Что здесь подразумевается и у них, и у нас, я не совсем уловил. То есть, именно, вот, поместная церковь, да, от места зависит. То есть, он пишет же, откуда-то пишет, Коринфянам. Откуда он писал, апостол Павел-то? Письмо же, он был же не в Коринфе, если бы он был в Коринфе, он бы сам бы пришел. На острове Патмос он сидел, писал это послание, или где он был-то? Или это Иоанн? Он был и в Антиохии, или в Иерусалиме, в этот момент. Он не был на острове Патмос. Да, я с Иоанном спутал, да. Да. Вот. То есть, он здесь, имеется в виду, во всяком месте, и у них, и у нас, то есть, имеется в виду церкви, либо можно к Господу относить, что он и там, и там Господь, и он вездесущий. Отче наш сущий, сущий это значит, ну, вездесущий, или просто сущий существующий. Ну, лучше понимать, что он везде существует, все видит, все слышит, во все проникает. Он одновременно был и на кресте, и на небе, и в аду. Как такое может быть? А вот так, прими и верь. Он, имя ему, сущий. всемогущий. И он спрашивает, а что не может всемогущий Бог? Солгать не может. Отречься самого себя не может. Так он же все может. Ну, все да не все. Такого его свойства. Я думаю, тут может быть еще к оглашенным, как бы, относится, призывающим имя Господа, тут как-то, видишь, призванным святым, со всеми призывающими Господа, нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. Возможно, тут как бы, о церкви, и церковь как разделяет, верующих, неверующих, а оглашенные, видишь, особо. Ну, не знаю, в этом, как бы. Ну, может быть, да, что-то в этом есть, что они уже призванные святые, то есть, они вошли в церковь, а есть еще призывающие имя Господа, то есть, наверное, имеется в виду оглашенные, вот, так, вопрос тут у нас, что значит отречься самого себя? Положиться на волю Божью. Да. Положиться на волю Божью. Возьми крест свой и следуй за мною. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мною. Да, если ты берешь крест, но не отвергся себя, нужно постепенно. Первая ступенька отречи самого я, то есть, довериться воле Божьей. Что бы с тобой не происходило, ты должен веровать, что ни один волос в твоей голове не упадет без воли Божьей. То есть, на все воля Божья. Гонения, то болезни, то верующему все содействует ко благу. А я думаю, вот так, что вот, почему вот столько бед, да разве, если бы были беды, разве Господь бы был тогда на земле? Некоторые вот меня спрашивают. Да где же Бог, если вот вы видите столько зла в мире? Наличие Бога, а что, если бы Бога не было зла, бы тоже бы не было? Что Бог, злодей по-вашему, что ли? Бог, он дал заповеди, чтобы зла не творились, а люди сами по своей воле, не отвергнувшись себя, творят это зло, понимаешь? Отвергнись себя, а наша воля, она злая, она с волей Божьей не соответствует. Бог говорит нам, делай одно, а мы, плоть противится. Церковь говорит, нужно поститься, а плоть говорит, а я хочу. Ну, мало ли что там. Церковь говорит, воздерживаться надо, невоздержанный, не гневайтесь, гневаемся, не раздражайтесь, раздражаемся, куда ни копнею. Отвергнуться себя, что значит отвергнуться? все довериться, все, что в писании написано, вот, все нужно исполнять, не от своей мудрой, не от своего ума, а то, что нам Бог дал. То, что мы сейчас и проходим, то есть, всему верить. Вот, то, что вот, какие-то волну проглотил, а потом выполнил, веришь? Я верю. А кто говорил? А даже если бы было написано, что не Кит Иону проглотил, а Иона Кита, я бы тоже поверил, потому что Бог так сказал. Тертуля. Тертуля на это слова. Ну, как так? А вот так вот. Многие вещи невероятные. Игнатий Тихонович рассказывал, что, когда он дошел до места, где люди стали говорить на иных языках, не учившись, а он изучал языки, он говорит, я не верю. И вот вы себя вот проверьте, и я тоже сколько раз, допустим, с сестрами общался, ты всему веришь, что написано в Библии? Нет. Как? Подожди, ну ты же христианка. Ну, вот в Ветхом Завете вот такое притеснение женщин было, я, нет, это, нет, Бог не может так. Муж и жена равны, нет. Там такое притеснение, и столько воин, и Бог какой-то злодей, Ветхий Завет, раз, отбросили, все, вера пропала. И сколько сестер от этого ушли. Ветхий Завет был где-то водителем ко Христу, нянька. Сейчас человечество уже возраст иной, по-другому нужно смотреть на все эти вещи. Тогда, тогда нужно было так с ребенком поступать, с человечеством. Младенцы были во Христе в Ветхом Завете. И нужны были и воины, нужны были и такие законы, вот, и жертвоприношения Богу в виде животных. Тогда это было уместно, сейчас нет, все. Многие вещи из Ветхого Завета осталось. В Новом Завете не написано, что брат на сестре не имеет права жениться. Или сын на матери. Нету этого в Новом Завете. Так что, можно разве? А в Ветхом Завете написано, так что, давайте теперь теперь переженимся. Да нет, оттуда перешло, это кровосмешение, грех, он перешел. Многие вещи перешли. Поэтому, отвернуться себя, это нужно, вот, принимать всю Библию от корки до корки, не своиумничать, и главное еще, принимать толкование святых отцов. Не нужно себя ставить выше и мудрее, чем они. Они на той отцы, что от их проповеди и от их жизни рождались духовные дети. А тебя кто, когда родился? Кто через тебя в церковь пришел? Никто, ну, ты сиди, помалки, принимай все, как тебя уже растолковали. Если ты этого не принимаешь, ты себя не отвергся. Значит, ты уже поносную смерть не сможешь принять ради Христа. Это вот говорится о кресте. Крест, это поношение, скорби тебя будут презирать в обществе, тебя будут гнать, тебя будут ненавидеть за правду. Ты не такой будешь, как другие. Ты отвергнешься себя, потому что все для себя живут, все эгоисты, весь мир, с его похотями, с его вот этими желаниями, страстями. Это мир, он враждебный. Дружба с миром вражда против Бога. Если ты с этим миром, с этими друзьями, бывшими там, которые предлагают тебе грех, если ты с ними не порвал, не войдешь. Господь говорит, лучше тебе с одной рукой или с одной ногой войти в Царствие Божие, чем с двумя руками и с двумя ногами, то есть вот с этими дружками греховными в ад пойти. Порвать нужно с ними. Это тоже. Домашние враги ваши будут. Тоже Господь говорит, кто оставит жену, отцу или там мать ради меня или Евангелия получит во сто крат более в этом мире и в другом. Он не призывает бросать семя, но он говорит, если семья противится тебе в церковь ходить, выбор тебе предоставляет либо я, либо церковь, либо Бог. Можно выбрать Бога, потому что если мать выберешь, отца или жену, от Бога отречешься. Оба пойдете в ад. Сережа, ты что там говорил про что-то, про ветки завет, какие-то там заповеди, мать, что-то там. О чем ты говорил это вообще? Ты так быстро что-то тараторил, не пойму ничего. Смотри, есть люди, которые полностью себя не отвергли и полностью не верят в Слово Божие. То есть они, часть это сектанты, часть принимают, а часть не принимают. И есть люди, которые не признают ветхий завет. Это я вот ветхий завет, то что мне по сердцу лежит, то я признаю, а вот это вот не признаю. Ну вот в частности, допустим, равенство мужа и жены не признают некоторые. Так а где в Новом Завете равенство между женой и мужем? Простите. В Новом Завете я тебе сейчас скажу где. Там написано, есть там равенство, но равенство в том плане, что как муж не властен над своим телом, так и жена. Вот здесь вот в этом равенство. А то, что в церкви, допустим, разрешается мужу второй брак, а жене не разрешается, я считаю это неправильно. Вот в этом дело ему равны. И то, и другой, и тот, и другой прелюбодей. Развелся с женой, женился на другой прелюбодей. Почему? Она прелюбодейка, если от тебя ушла за другого, замуж вышла. А если ты ее бросил и женился, ты не прелюбодей, ты герой-любовник. Откуда ты равенства? Какого равенства нет? Откуда ты взял? Читай внимательно к истинному право. А равенство? В этом равенство, я имею в игорю. Не в том другом, что жена равна мужу, когда они в семье живут. А равенство в том, что тот и другой не имеет права изменять, заключая вторые браки при живой жене. Это какая-то белиберда. Ты что-то, короче, мелишь языком и все. Хватит ерундой заниматься. Понятно. Все, Сережа, переговорил. Давай дальше, пошли уже. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 1 Коринфянам 1.3 Толкование. Благодать и мир от Бога. Еще прежде, когда мы враждовали против Него, мы по Его благодати получили мир. И я молю, чтобы от Бога всегда было вам то и другое, чтобы, то есть, вы не лишались ни благодати Его, ни мира, потому что вы живете в несогласии между собой. Как же вы применяетесь к людям и ищите у них как учителей благодати и благоволения? Вопрос. Комментарий Игнатия Лапкина. Это замечание блаженного Фефилакта относится к нам, будто сказано им сегодня. Вопросы? Как-то раскрыть бы этот скиф? Ну, как бы раскрыть? Понимаете, мы сейчас дальше дойдем до этого. То есть, он говорит, апостол Павел Коринфорьевич, что церковь Божия, у них были разделения, они называли один Павлов, другов Аполлосов, то есть, они учителей делили. Он говорит, да кто за вас распялся, Павел или Аполлос? Христос, поэтому мы все христиане. У нас один глава церкви, Христос, и мы все его дети. А у них были разделения, ты от кого уверовал? Я от Павлова, у них раз секта Павлова, ты от кого? Я от Иоанна, у них раз, и у них не было дружбы между собой. И Павел говорит, Господь, мы должны быть все едины, все единодушны, о чем я всякий раз молюсь, призанять, чтобы ни направо, ни налево, иди на души, иди на мысли. Этого Бога выпросить надо, потому что метает умы в разные стороны. Все мы разные, все со всеми немощами, недостатками, поэтому мы должны иметь общение друг с другом, и тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы не будем общаться, запремся каждый по своим монастырям, и как мы узнаем о своих грехах, кто нас обличит, когда и где? Еще прежде, когда мы враждовали против Него, это до проповеди, или как это понимать? До уверования, да, до крещения. Грехами враждовали против Него. Я тут еще хотел бы на предыдущий вопрос ответить, вот там это, отвергни себя. Там как бы начало-то не сказали человеку. Там такое начало, Господь пришел и говорит, не мир я пришел, не мир я вам принес, но меч. И отныне будет разделение, и враги домашние ваши, и в вашей же семье будут разделения, двое против трех, трое против двух, отец против сына, сын против отца, дочь против матери, мать против дочери. Вот отсюда теперь нужно, можно дальше уже сказать, отвергнуться себя. А тогда как жить? А вот друг твой должен быть Христос. Вот так. И все, и отсюда Евангелие, ты должен принять Евангелие, покаяться. Ну и дальше там Сергей много говорил. Враги домашние твои. И отсюда там уже будет дальше, что не только друзья, домашние, в первую очередь еще, враги будут, которые будут с тобой разделены Словом Божьим, то есть Евангелие. Ты должен его исполнять, а они будут наоборот тебя от этого отводить. Вот тоже Евгений Изотов дает замечание, он говорит, мы лапкинцы. Это нас называют лапкинцы, но, потому что мы уверовали через Игнатия Тихоновича, и это факт бесспорный. Вот, но мы Христову, мы принадлежим не секте Лапкина, а мы принадлежим Церкви Христовой, русской, православной, зарубежной церкви. Да, это запомните, не надо вот это вот, на себя какие-то брать, хоть и великие, имена, потому что это все было в секте Ионитов, которые Иоанна Крестителя, ой, Иоанна, Крестителя, Кронстатского хотели прославить. И везде так и называются они, Иоанниты. Они его за Духа Святого почитали. Так что вы там с этим аккуратно, не надо там гордиться Лапкиной и так далее, ни к чему это. Но это Игнение так называли, потому что он начинал, видимо, свидетельствовать о Христе, а у них это не принято в Московской Патриархии. А, так это ты от Лапкина, все понятно. А митрополит местный, он на собрании всегда, Игнатия Тихоновича в пример ставит. Смотрите, сколько они Евангелия раздают. Почему вы не делаете так же? Это благодать Божия, милость Божия к нам за наше терпение. До этого был какой митрополит, какие гонения были на нас, помните. Где не пройдем, все за нами сходили, Евангелие собирали, сжигали, везде писали секта, секта, что, забыли? Лучше, если так уже начинают говорить про Лапкина, тогда относить все к батюшке у нас священник, да, и Аким Лапкин, и все. Игнатия Тихоновича не надо там муссировать. Ну, а можно спросить, да, я уверовал через Игнатия Тихоновича Лапкина, а вы через кого уверовали, кто ваш духовный отец? О, и насчет глазами водителя, потому что не было рождения духовного, от слова Божия. Это все потом, когда ты разговариваешься с ним, он ничего тебя не поймет. Да, понятно. Наш это не понимает, а ты хочешь, чтобы он тебя понял сходу. Он только еще больше начнет ериться. Злобится, да. Это какая-то секта. Все, они только вот это и могут. Ты только скажи о рождении свыше, ты уже сектант. К этому надо подходить, не просто так сказать. Рождение свыше, там и все. Поэтому и Христа за что распяли? Он называл себя Сыном Божиим. Ты попробуй, назови сейчас себя Сыном Божиим. Рождение свыше, это рождение от Бога. Ты родился от Бога, ты дитя Божие. А Писание нам говорит, вам Бог дал власть называться детьми Божьими. А если мы дети, то мы наследники. А если мы не дети, то и наследства не будет нам, царства небесного, никакого, пока мы не дадим себя усыновить Христу. Тут еще разговор идет о призвании, а это вообще как красная тряпка на быка действует на всех православных. Да и не только. Попробуй скажи, что тебя Господь призвал к вечной жизни. Получишь по полной программе, кто ты есть. Святым еще назови. Святоша, да, это вот они. Ну, кстати, хочу сказать, святое, это, наверное, самое скромное будет, потому что тебя вообще не поймут, о чем ты говоришь. Поэтому у нас, к сожалению, принято, грешный, супергрешный, многогрешный, это вот, это наш. А чуть что-то, значит, начинаешь бороться с грехом, сектант, начинаешь обличать, сектант, не учи, не лезь в мою семью, это интимные вопросы, у меня Бог в душе, зачем ты его выковыриваешь? А там бесы сидит, легион уже, может быть. Говори, что ты пришел раньше времени мучить нас? Отойди от нас, святый Божий, святоша пришел тут нас учить, так они примерно, в таком контексте. Сегодня батюшка мне сказал, вера в душе должна быть. у меня вера в душе, я в душе верю. Я за голову схватился, я уже устал его обличать, устал одергивать. Меня насмех, ну, троллят, разговаривать уже не дают, давят. Вот у них вот такая вот, вера в душе, а кто сказал, что вера в душе, это хуже бесовская, потому что бесы веруют и трепещут, а вы не веруете, не трепещете. Блажен ты, брат, не отступай. Блажен ты, да, когда гонят тебя. Только в храме не обличай его, желательно и на территории церкви тоже. Да, заведи вас за угол куда-нибудь, и как начни его обличать. У нас после службы библейский кружок, меня тоже приглашают, и я высвечиваю все, он сегодня на проповеди такую ерунду молотил, ну, как не сказать, я сказал, он говорит, все, кто делают дела хорошие, тех Христос заметит и дарует спасение. Вот думаю, нормально, а вера ни при чем, что ли? Как не сказать, сказал, про бороду начал говорить, вообще нас подняли, включи видео. Игорь Класс. Всё. Топить будем? Нет, нет, нет. А что, заницы пропали? Да пропали, что-то сейчас просто за будет там замелькало. Давайте затопим. Затопим. Все. Все. Пошло. Все. Пошло. Сделай подберег. Сделай подберег. Сделай подберег. Сделай. Сделай. Вот он. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И все, это вот, не надо, ты не должен так уставать до такой степени, ну понятно, а то ты там вот иссушиваешься непонятно во что. Да, слишком себя, от чего ты устаешь, от того, что они не принимают, а они не обязаны принять от тебя. И тебе вот такого, лучше тебе будет награда на небе, если никто не обратится, Павел говорит. То есть ты свидетельствуешь, никто не принимает, Апостол Павел говорит, пусть будет мне лучше, меньше награды на небесах, лишь бы кто-нибудь обратился. А ты надеешься, то что... Я сейчас скажу за брата в пользу. Сергей, проши прощения. Цель тыголовного не разумеет. У вас там община, все в порядок. А мы тут, знаешь, ходим в патриархию эту. Давай попробую каждый раз. На все это смотреть. Смотрите, чтобы не сломались только вы. Держитесь, крепитесь. Мы с вами духом как, конечно. И нас когда-то гнали. Сейчас просто вот перед... Затишье, может быть, перед бурей, может, нас так же начнут опять гнать. Сейчас митрополит сменится и пойдет опять. Сережа, я хочу сказать, кстати, я это в курсе, что там у вас творится, это понятно. Я сам в этом был, жил не в общине. Я хочу сказать, что нужно некоторые соблюдать моменты вот в этом деле. Ни в коем случае не нужно с ними спорить в храме. А как я знаю, вы все любители спорить в храме. Кто-то не сдержался, сказал, кто-то там еще... Я даже в цирковной ограде не разговаривал. Я вообще даже вида не подавал, стоял до победного. И я выпрашивал и у Бога, и у Татьяны Павловны там в Тоголе, чтобы священник со мной поговорил. И он со мной ни разу не поговорил. Один раз полслова вышел и сказал, ты сектант, раскольник. И все, и ушел. Я говорю, батюшка, подождите там, а он уже все, побежал в храм. Так, братья, время, давайте не будем на занятия по слову Божию, потом продолжим, когда еще много уже, простите меня. Первое Коринфянам, 1-4. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе. Толкование. Научает нас быть благодарными. Так делает почти в каждом послании, но теперь особенно, кстати, говорит о благодарности. Ибо благодарность бывает злоблагодеяние, а благодеяние не есть ни долг, ни воздаяние. Следовательно, и этим низлагает гордость Коринфян. По великой любви Бога, общего для всех, усвояет в себе. Этим научает и Коринфян всегда питать благодарные чувства к Богу, а не к своим делам. Ибо говорит, благодарю ради благодати Божией, а не ради ваших дел. То есть, через Христа и Иисуса, а не через такого-то или такого-то. Зачем же вы внимаете людям? Вот это, кстати, и сектанты тоже говорят, но они совершенно извращают вот это вот место. У нас один посредник, зачем вам люди? А у самих этих людей, пастырей, учителей полным-полно, лжеучителей. Наших учителей отвергают. А здесь Павел, он почему так говорит, что не верьте людям, потому что они перестали ему веровать. Они пошли за лжеучителями, Коринфянская вот эта церковь. И он их хочет опять обратить к себе. Вы уже приняли, вы уверовали. Чего, зачем вы отвлекаетесь на вот эти всякие лжеучения, философию вот этого, лжеучителей. Я думаю, тут надо больше к тому подходить, чтобы именно Слово Божие, заниматься, Слово Божиим, по толкованию святых отцов. Даже можно ничего и не говорить. Вот как и акта болгарского, брать, там, столько у него. Да, да, и все, кто, вот мы все, кто по трехтомнику по вот этому занимался, почти все получили рождение свыше. Подружил, и в нас. Не нужно вам, братья, заниматься не тем, что там обличать, а старайтесь, давайте почитаем, вот, ну это все-таки филок болгарский. А если даже на то, что дойдут, это вообще герои. Потому что ваше слово, оно не так на них может подействовать, как слово филок. Поэтому вот и хороший брат взял предложение. Приглашайте к себе домой, пробуйте. Может кто-то и отзовется. Один, два, три человека. Вот у Михаила Каймаева, кстати, так и было. Они втроем, вчетвером собирались там, после богослужения. Он начинал занятия вести. Не обязательно лезть в ихний храм и их не обличать. Просто, ну, они там хозяева, они не примут. Кто ты такой? Христос пришел в храм, бичом их изгонял. Они говорят, какой властью ты это делаешь? Сегодня мы делаем. Кто тебе дал такую власть? И тебе также они на полном основании. А ты кто? Ты чтец, ты епископ, ты кто ты тут такой? Тебя кто в руку полагал? Что ты тут порядки нам наводишь? Что ты к нам лезешь? Что ты пришел раньше времени мучить нас? И они правы будут. Поэтому и Писание нам говорит, отделяйтесь от таких, которые не принимают Слово Божие. Собирайтесь по домам. Первая апостольская церковь она так и делала. Сережа, ну я был чтец. Ну и что, и мне сказали, что чтец? Да ты какой-то чтец, и детсель. И все. Так что никакой чтец ничего не пройдет. Отец Павел был священником. И что, зашел в алтарь. Я говорю, не ходи ты к нему в алтарь. Нет, зашел в алтарь к этому священнику. Начал ему там показывать все. Златоущество. Тем более, да, брат. Тем более. Выкинули его тоже, как священника. Но если чтецов не слушали, да если Христа не слушали, то вы кто по сравнению с ним? И вас так же. Когда Христос говорит, гнали меня, будут гнать и вас. Ученик не больше учителя. Поэтому радуйтесь, что вас гонят. И благодарите Бога за это. И прославляйте его. И не скорбите. Самое главное, что вы не те слова говорите, которые они хотят услышать. Вот Нину Александровну у нас до сих пор не пускают. Почему? Покайся. В чем? А ты сама знаешь, в чем. Отречься от всего, что она знает. То, что она прочитала книги. Помогала Игнату Тихоновичу. Отречься от знакомства с ним. Отречься от общины. Отрекись. Вот ихняя главная задача. Так всегда было. Государство всегда гнало церковь. Оно было отделено от государства. Сейчас произошла симфония ужасная. Вот это сергианцы, вот эти все. Они просто вот прикрылись. А мы церковь, а там люди в погонах. И вот вы теперь должны это четко понимать. Волки в овечьих шкурах. О них и Христос сказал. И апостол пагет. Из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стадо. Они вас не щадят, они вас сожрут при первой же удобной. Потому что у них сейчас власти такой нет, у вас гнать и убивать. Демократия пока. Как только коммунисты придут к власти, все, готовьтесь. Лоб зеленкой мазать будут. Вот это аминь. Вот прям слова твои готов расцеловать. Не у нас, а у нас, Сергей только. Хорошо? Да мы все. Ну вот так и говорим. Виталий, что ни слова, то прям смеюсь всегда почти. Настроение поднимаешь. Первое коринфянам 1.5. Потому что в нем вы обогатились всем всяким словом и всяким познанием. Толкование. Выражение в нем опять употреблено вместо «чрез него». Итак, когда у вас есть богатство и богатство Божие, и во всем, и через самого единородного, то как же вы неблагодарные назначаете себе учителями людей? Есть и слово без разума, когда, например, кто говорит пустое, без всякой мысли. Есть и разум без слова, когда кто мыслит о высоких предметах, а для выражения их не находит слов. Но вы имеете и слово, и божественный разум, так что можете и мыслить, и говорить. Сейчас читаю маму свою. Всякий раз она приходит из храма в Московской Патриархии, принимала крещение в потерях у нас. То есть я ее убедил, что без правильного обряда не будет спасения. Она обрядоверка у меня, у нее полный арсенал вот этих вот иконок, вот этих купленных храм. Вот это у нее все, вот эти вот башки стоят, она их там протирает каждое воскресенье, все у них там. И вот она, я у нее всякий раз спрашиваю маму, проповедь была? Была. А что говорили? Не помню, не знаю. То есть она мыслит, она разумная женщина, очень умная женщина. Вот. Главный бухгалтер, в хороших предприятиях, в крупных работала. Но вот эти вот выразить свои мысли о вере она не может, ну не дано. Вот как вот бессловесное животное все понимает, ничего не говорит. Что бы я у собак у своих не спрашивал, они меня не отвечают. Тем не менее, они все понимают. И вот об этом вот апостол Павел и говорит, что вот такого выбрали, кого себе учителей. Они какие-то свои слова, то есть они мыслители, мысли без разума, разум без мысли, у них разница все. А вы, у вас и божественный разум, и вы мыслите, и говорите слова правильные. Зачем вам к этим вот идти, к лжеучителям? Когда Христос нас спас, Он умер, Его слова читайте, Его. А если мое слово не расходится, не сходится с Библией, не верьте и мне. Кто сказал? Человек сказал. Ну он правильно сказал, Кирилл Иерусалимский. Проповеди, извиняюсь, потому что они такие же стандартные, что сегодня вспоминает церковь Иосифа и Марию. Они там туда-то съездили, сходили туда-то, вернулись и вот вся проповедь, собственно. А теперь идите домой и все. Ну, а пустое все, а пустое все, оно не запомнилось. Говорит, мам, чему ты сегодня научилась в храме? Стоит, глазами хлопает. О чем говорили? Лектинью читали. Какую лектинью? Что такое? Она понятия не имеет. Лития, это на усопших все. Ну, вот они с этими покойниками возятся, все это вот. Господь говорит, предоставьте мертвым погребать своих мадрецов. Мы мощи почитаем, мы хотим, чтобы они были все захоронены с почестью. Чтобы ими не торговали, чтобы их не пилили, не мощевики вот эти вот, кто их это придумал, зачем? Мы у этого святого спросили. Вот Игнатий Тихонович, он прижизничает, меня не пилить. Кто попробует, я кирзову сапоком как дам, были такие в житиях святых случаев. Один хотел посмотреть, там обрезаны, не обрезаны, как ногой мертвец ему дал. Все. Не надо, прах ты и в прах возвратишься, дай аминь, не надо с ними возиться. А вот на этом вот это вот магизм, вот это вот, мертвичина вот это, вот это вот язычникам все это нравится. Белый магизм. В церкви процветает. Так этот любопытный помер, когда его святой-то ударил. Сейчас не помню, как его, в Маврике, по-моему. Почему о нем церкви никто не говорят? А потому что невыгодно, потому что на мощах столько денег можно заработать. Люди к этим мощам, туризмам толпами, а сколько денег они там оставляют. А вот прикоснулся, что-то щелкнул у тебя в сознание и будешь счастлив. Вера-то такая языческая. Не надо ни трудиться, ни поститься, ни смиряться, ни слова Божия, ничего не надо. Пошел, боднул мощи мертвого человека и все, ты святой. Его благодать к тебе перешла. Было такое, когда я молился, дай мне дух вдвойне, как у Ильи. И Господь отвечал, так эта молитва искренняя была. А кто когда... Главное здоровье телесное получить у них. Лозунг. Да, да, за здоровьем. Зачем здоровье нужно православному? Жить, грешить и не болеть. А не выйдет. Если ты избранный Бог, ты будешь болеть. Сколько людей, если не болеть, Господь привел? Место писания вспомнил, а оно еще не с этого начинается. Не только с молитвы. Он беседовал сам с Ильей, Елисей. И попросил у него вдвойне силы его. Прям еще при жизни. И он ему сказал, увидишь, как я на небо восхожу? Ну, как бы смеясь сказал, пошутя, уже не знал, что Господь его возьмет на небо. Откуда он знал этого? И он увидел, как на огненной колеснице Илья взмыл в небо. И ему пришла сила вдвойне. Нет, больше он не молился ему. Все, он при жизни у него попросил. А почему попросил? Потому что он видел, что это настоящий пророк Божий. Вера была, вот в чем дело. И у того, и у другого. Да. И у меня вера была. Я тоже просил уцелителя Пантелеймона здоровья. Но я верил, что ему Господь дал дар. Дар даже по своей смерти исцелять болезни, которые не могут исцелять врачи. Меня врачи не могли исцелить. Но я почитал, я поверил. Эта книжка у меня мама еще не верующая была. Но уже книжка эта была у нее. Потому что я болел, она пыталась как-то что-то. Покупала эти книжки с жития святых. И я этому житию поверил. Поверил искренне, что есть такие люди, были Бога. За то, что он обратил отца. А у меня отец не верующий. И у меня было желание его обратить. Но он перед смертью вроде как бы и заказал себе попата уже исповедоваться. Хотелось ему. И курить бросил за два дня до смерти. Вроде все уже. Боли страшные были. От рака умирал. Страшная смерть, жуткая была. А пришел в церковь, а мне говорят. Но если батюшка к мертвому не поедет, он приедет в этот день. И у меня как обожгло все. Для вас мертвые дороже, чем живые. Здесь душа живая, она еще может как бы покаяться. Нет, а тот уже мертвый. Там-то деньги точно заплатят. А здесь веру надо показывать. Вот, но... Господи, помилуй. Сереж, давай дальше. Что-то ты воспоминаниями весь нахлынул. Помоги, Господи, давай. Так, Наталья просит помолиться. Ну, попозже тогда зачитаю. Первое Коринфянам 1.5. Потому что в нем вы обогатились во всем. Так, прочитал. Первое Коринфянам 1.6. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Толкование. Слово «ибо» стоит вместо, через которое, через слово, говорит, и разум, которыми вы обогатились, утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе. Ибо вы приняли эту проповедь не через внешнюю мудрость, но через знамения и дарования, которых вы удостоились. То есть, толкование, ой, простите, комментарии Игнатия Лапкина. Апостол Павел рождал новых учеников через проповедь. Первое Коринфянам 4.15. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. То есть, он не стыдился называть себя отцом духовным. Другого рождения не существует. То есть, рождение через благовествование, через Евангелие, благая весть. Если человек не уверует, он не родится никогда, он так и будет детем дьявола, а не детем Божьим. И к своим, рожденным от проповеди ученикам, он обращался как к живым. Сегодня в православной церкви абсолютно неправильный вход в церковь. Или через механическое детское крещение, или через навык хождения, через привычку посещать храм. К таким людям никогда нельзя сказать, что утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе. О чем Филак толкует. Сегодня говорят, что у апостола Павла был свой опыт, а у нас свой. Бог, как автор этого мира и книги Библии, дает четкий и конкретный ответ, как родиться. Только через евангельскую проповедь, через рождение от Духа Святого, чтобы, цитата, утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе. Тысячи людей ходят в храм и не знают о Христе, не знают о Евангелии. Вот сегодня в Турлетке молодые люди, 4 или 5 человек, все верующие. Но когда начинаешь разговаривать о Христе, они, ну видно, что нет у них веры евангельской. Они, потому что не знают, они знают, потому что не читают, они читают, потому что никто их не побуждает к этому. Ходишь в храм, исповедуешься, чаще исповедуешься, чаще прощищаетесь, все. А там, что тебе положит на сердце, Бог ли положит на сердце исповедать грехи или что? Его сестра одна рассказывала, у нее пришла в храм, еще до знакомства со мной. У нее один грех, утопила котенка. Все. И ее батюшка так отчитал, не за то, что она котенка утопила, а за то, что она не ходила, веровала и не ходила в храм. И после этого она перестала ходить, обиделась. Вот в чем люди каются. Все, совесть больше ни в чем не осуждает, потому что нет общения вот этого духовного, вот этого общины, нету, никто не обличает во грехе никого и никогда ни в чем. И все, а что, я хожу, я в храм хожу, я никого не убил, у них сам, главное, никого не убил уже, все, уже, все, а там еще девять заповедей, да еще девять заповедей, еще десять, девять заповедей блаженства. Сережа, что говорить, если у нас детей мы наших не можем, ну, упросить, читать Слово Божие самим? Ну, невозможно это сделать, понимаешь? Невозможно вложить даже веру, ведь маленькую веру в Бога, что Он есть. Лицемерить можно, да, и долго даже. А уверовать, ну, невозможно веру вложить, пока сам не потрудишься. Да, и аминь. 1 Коринфянам 1,7 Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Если они не имели никакого недостатка в дарованиях, то как называет их далее глава 3 стих 1 плотскими? На это скажем, не все были духовны и не все плотины, поэтому все, о чем говорит теперь, говорит к духовным, а дальнейшее говорит к плотским. Или, может быть, в начале они получили всякие дарования, но впоследствии сделались нерадивыми и стали жить по плоти. Здесь устрашает их, напоминая о втором пришествии Христовом. Ибо если Христос явится, то как же вы имеете чуждых предстоятелей? Показывает и то, что при дарованиях необходимы и добродетели. Ибо в тот день дарования нисколько не помогут тому, кто не жил добродетельно. Матфея 7, 21-23 Так, ну давайте вспомним, о чем там говорится. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Страшные слова, люди верующие, они же говорят, Господи, Господи, дары имеют пророчества, бесов изгоняют, кто сегодня бесов изгоняет? Чудеса творили, кто сейчас чудеса творит? Ну есть, конечно, и эти люди не войдут в Царство Небесное, куда мы-то попали? Праведный едва спасается, нечестивый где явится? Едва спасается, вот с такими дарованиями едва, едва, и вот эти вот люди все в аду. Наконец, словом, явление выражает ту мысль, что Христос и теперь присущ, но сокровенно, а тогда явится. Это говорится о людях недобродетельных, то есть делающие беззаконие, но верующие о беззаконие творят. И вот они говорят, либо сначала получили вот эти дарования, а потом, почему, сделали нерадивыми, не возгревали себе вот этот вот дар, не ходили на занятия у нас как брату. 16 лет назад пришел, принял крещение, через меня пришел и уснул литургическим сном. Я против был крещения, но никакой. И мои были поручители, оба были против моего крещения. И один голос, Игналь Тихонович, ну давайте, потому что, ну, болезнь у него, так а вдруг помрет и в ад пойдет. Меня авансом покрестили, я был никакой, я блудник был в то время, когда в крещение принимали. Я не хотел от этого, отставать от этого греха, с чего ради-то, у меня не было веры, что это грех. Все блудили, а какой, почему ради-то, буду отказывать себе в удовольствиях. Ради чего? И меня крестили авансом, и чудо произошло со мной. Я покаялся, сестра одна побудила меня, уже после крещения, я знал, что в крещении мне этот грех простил, я в это веру, что в крещении все грехи прощаются. Все равно, приди и покайся. А я не просто пришел и покаялся, я выпросил себя эпитемию за грех, который перед крещением совершил. Зная, что в крещении все грехи мне прощаются. И три года с соглашенными выходил. 1 Коринфянам 1.8 Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Слово утвердит показывает, что они колеблются, а словом неповинными выражает, что теперь они подлежат обвинению. В этом послании чаще, нежели в других, упоминает о Господе Иисусе Христе, чтобы этим напомнить коринфянам, кем они спасены и чье имя носят. Ибо христиане называются так от Христа, а не от имени какого-либо человека. Опять указывает на Христа. И вот на днях звонит одна сестра. Я так тебе благодарна, что ты привел меня в храм. Она приняла крещение у нас в Потеряевке, так же как мама моя. Но вера вот эта пошатнулась, не родение, а Слове Божьем, занятия через раз, все, все и так же. Все, добродетелей нету. Как вот сегодня тоже брат мне понравился, заметил за детьми. А когда ты какой бабушке помогла, вопрос, если ты для Бога живешь, ну и все, а нету добродетелей, перед этим читали, Господи, Господи, говорили, говорили. Добродетелей не было, добрых дел не было, все, вера была, дел не было. Не знаю вас. Накормили, посетили, дальше там продолжается. Нет, все только в свое брюхо пихали. Девятый стих. Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Толкование. То есть истинен Бог, если же Он истинен, а призвал нас в общение с Сына Своего, то есть к тому, чтобы вместе с Сыном прославить нас в Царстве Своем, то очевидно, что Он исполнит, что обещал. Вы призваны, говорит, они сами по собственному побуждению пришли. Как же вы гордитесь будто своими делами. Заметь здесь, что слово «которым» прямо относится к Отцу. Видите, «которым», то есть верен Бог, то есть этим Отцом вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, Господа нашего. Потому что Христос, Он хоть и говорил, что «я и Отец одно», но Он всегда славу всю Отцу приписывал, потому что в то время тогда нужно было так, что иудеи в Бога, в Его верили, а в то, что пророчества о Христе были, они как-то не узнали в нем. Бога воплотили. Дух не соответствовал и Духу. Дух Христов. Поэтому и апостол говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Христа не приняли, а Богу Отцу поклоняется, а Христос говорит, если бы вы знали Отца, то узнали бы и меня. А вы не знаете Отца. Ваш Отец дьявол прямо сказал, не заводя рака за камень. Почему? Потому что вы хотите исполнять похоти Отца вашего дьявола. А какие похоти? А там перечислятся. Дела плоти известны. Блуд, ссоры, прелюбодеяние, вражда, зависть. И пошло, пошло. Вопрос. Пожалуйста. Как понять Бог истинен? Игнатий Тихонович, время вышло. Вопросы. Как понять Бог истинен? Сначала прочитай письмо от Натальи Усатой. Отец Игнатий, мир вашему дому. Прошу ваших молитв и братьев обо мне. Муж очень восстал против и против десятины. Не разрешает мне ни с кем общаться. Может даже телефон забрать или разбить и меня через балкон выбросить. Не дает мне благовестовать. Не разрешает ни с кем общаться. От ревности, помутнения у него рассудка. Я так устал от него. Ради Господа Бога моего Иисуса Христа терплю. И то, что дети маленькие, а он пользуется моментом. Ужас! Поносит меня перед детьми как кодержимый. Помолитесь, пожалуйста. Я может и не смогу какое-то время выйти на связь. Спаси Христос вас и общины всех братьев во Христе Иисусе Господе нашим. Поклон и благодарность вам за все. За то, что мне показали правильно идти по пути к Отечеству Небесному. Сережа, поносит они, поносит. Давайте помолимся. Давайте. Игнат Тихонович, помолитесь. Давайте. Все вместе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Младыка неба и земли, Ты сотворил нас и каждому отмерил срок жизни на земле. И вот посягает на этот срок муж неверующий. Защити сестру нашу Наталью и детей ее и уменьши сердце мужа, дай ему страх твой святой. Тебя помощь человеческая суетна, и только ты можешь это все сделать и обратить эту несчастную душу. Услышь его, наш, владыка, Укрепись к себе ее мужа Дай ему страх твой святой А сестру укрепи И ревностью ее найди новые души И знания языков, о которых она ревнует И что ей требуется Умудри ее, расширь ее разум и сердце Мы не знали друг друга Ты нас, Господи, сороднил кровью твоей причистой Причистил к стаду твоему И она преодолела такое расстояние И оставила семью, и приняла истинное крещение Она показала нам пример служения тебе Забота о своей душе Благослови и сохрани ее, Господи Чтобы она и дальше, как светильник на высоком месте Светила всем окружающим ее И нас помилуй, дела наши устрои по воле твоей, святой Ты наш Отец А мы дети твои, единая семья Воздай добром в вечности Блаженному Афифилакту и всем, которые трудятся незримо над нашими душами Это милость твоя Хвала тебе, счастье и поклонение за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь 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 Брат, еще раз вопрос повтори Про Бог Ну там идет в контексте Бог истинен Истинен Бог Вот это, то есть Бог истинен Как здесь понимать это? Ну как, 14, 6 Евангелие от Иоанна Просчитает, пускай, брат Сергей Иисус сказал ему Я есмь путь и истина и жизнь Никто не приходит к осу, как только через меня Ну вот, может быть, от разделения в Духа истинного Одни молятся, говорят истинного, другие не говорят Так что, он не истинный Дух Святой, что ли? Ну а здесь о Христе речь, ну а как Как он может быть не истинен? Бог не может солгать, всемогущий Он есть самосущная истина То, что он воплощенный Бог, это истина и все Я так понимаю А кто в этом не верит и говорит, что Христос не Бог, тот лжец А дьявол И в дьявол, если лжец, и человекоубийца А Бог человека любит истинный путь и жизнь Никто не приходит к осу, как только через меня, Христос говорит Я есмь дверь, но мусульмане не в ту дверь стучатся Говорят, да дорог много, а все дороги приведут к Богу, к Отцу Не ложь Нет, один путь Христос и Его Евангелие Его окровавленные следы, по ним нужно идти Не уклоняясь ни направо, ни налево, о чем я каждый раз молюсь Никаких других путей нет Все остальные, это называется широкий путь Ведущий в погибель Ему ноги идут им А узок путь, то есть узок Христос, истинный путь Все остальные пути ложные Не евангельские, не евангельская вера Все эти ложные пути, они все приводят в ад Еще вопросы? То есть я так понимаю, что вот перед этим апостол говорит нам Доказывая как бы, что нужно смотреть на Христа То есть все, что Господь нам говорил, все, что оставил Он И слова свои, и дела, и любые движения Даже просто глазами, очами Это все есть истина, за которой нам нужно следовать Да, ими впереди-то он говорит, что там за людьми, за лжеучителями пошли Он говорит, вспомните, от кого вы приняли благую весть, от Христа Кто будет вам благовествовать, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема Как бы пытается апостол Павел нам рассказать здесь о своей вере То есть он хочет передать веру людям Ее передать-то невозможно человеку, но Вера от слышания, слышание от Слова Божьего И он постоянно поэтому говорит о Христе, о том, что Он делал И кто Он для нас Чтоб людям было легче признать Христа Богом и уверовать В то, что Он делал, и все, что это истина И тогда страдать очень легко за Него Второзаконие 32.4, он говорится тут Он твердыня, совершенно дела Его, и все пути Его праведны Бог верен, и нет неправды в Нем Он праведен и истинен Все в этом стихе Да Бог не может солгать Все Его обетования, все пророчества, все исполнились на Христе И цена раба, и все, что говорилось, все исполнилось Он не может солгать Не может, Он истинен Все другие боги ложные Еще вопросы? Сергей, а ты 4 часа вопрос какой-то начитывал, да? Да Это скорее всего про Бойко Может быть Сейчас не могу сейчас сказать какой-то Но долгие вот в коммунизме Там вот о Бойко длинный вопрос был Потом две части было Вария Евлампевна тоже долгие Да Это, наверное, рекорд всех вопросов Наверное, больше нету Длиннее Ну, там пишут файл, файл повреденный какой-то Игнатий Тихонович Да Если человек нигде не работает И нет у него доходов Десятину платить ему нужно? Смешно даже Ну вот именно смешно Какой десятину-то? С Леней? Ну Так Наталья не работает нигде Откуда она десятину хочет платить? Может поэтому муж восстал Она и говорит, что вот десятину против Бог и допускает это восстание мужа Откуда она десятину-то берет? Пособия, наверное, какие-то на детей получат Так пособия на детей Вот и вся проблема Так от десятин-то хуже не будет Кому хуже не будет? Муж и восстает на это Но она, если с его заработка платит десятину против его воли То это неправильно Он не верит в это? Ему зачем? Да если она из детских платит, это что, правильно, что ли? Вот неправильно это тоже Значит, по сослугам, получается, выходит, что ли Так и есть Может перестаралась, взяла нагрузку больше, чем надо Надо разобраться Да ну бросьте, за что? За то, что десятину платят, это по заслугам? Это вообще не по заслугам, нисколько Деньги мужа тратит неверующего Написано, мужья не будьте суровых женам А за что толкование почитать? За то, что деньги лишние тратят на добрые дела И мужьям это не нравится Потому что они эти деньги зарабатывают Ну он неверующий тем более Верующий даже был против Говорит, что ты, я для семьи стараюсь А ты расфуфырила все на добрые дела Разве что это годится? Да это повод, понятное дело Повод, но имею ввиду Само по себе-то нет ничего Повод, да Ну это у нас с тобой нет ничего Потому что сами десятину даем еще Брать, если бы там не было такого Что выкидывает через балкон и так далее Ну что непонятно-то Тут надо смотреть уже Ну сбесился человек Давайте оставим Пускай так все и останется, что ли Надо как-то смягчать мужа Раньше, что он нормально был Болитвами надо как? Она там говорила о любви необыкновенной Там к ней и так далее Там ревность какая-то же она написалась Человек, когда духовно рождается На лице мужья замечает У меня тоже такое было И они начинают вроде ревновать А потом тут же вот мой осекался Он начинал говорить о ревности А видит, что это другое А вот может быть и у нее такое же положение Кто знает Да Сестра в Христа влюбляется А глаза блестят А мужу кажется, что она влюбилась В какого-то там брата или свата Или акробата Или акробата, да Вот есть фильм Христос под следствием Называется И там тоже муж вот он так заревновал А он там какой-то журналист С жену А жена уверовала И вот он, чтобы опровергнуть То, что было воскресенье Что Библия это Достоверный источник Он пытался опровергнуть весь фильм Об этом речь Ну и в итоге в конце сам уверовал Потому что Ну все проверил Насколько это возможно Тоже ревность его побудила Исследовать, чтобы жену отвратить Посмотрите всем совету Христос под следствием Называется У Бога все вымерено Как кому прийти Как какой ключ подобрать Да Братья Я хочу сказать Вот то, что говорили После крещения Игнат Тихонович и батюшка Да и мы тоже часто беседовали Вот оно начинается так Вот у брата Вячеслава С бородой было Там еще там Ну в общем Вот сестра у нас тут Трахиль Тоже тут что-то Было такое у нее С сыном, да Ну короче говоря Все, что-нибудь Обязательно придет Да у кого не было У всех После крещения Поэтому огненного испытания Которое посылается на вас Не чуждайтесь Как нечто странного Ибо придется И с этим тоже справиться А Господь всегда с вами Веру нужно доказывать Господу И Господь имеет полное право Проверить нашу веру Посадил же он в раю дерево А говорят Даже если бы он не посадил Это в дерево Адам бы сам бы Выпросил Чтобы говорит Господи Ну сделай так Как доказать Любовь-то А тут сестре Конечно тяжело В первую очередь Враги домашние Поэтому На верном пути Скорее всего она Ну она ревностная сестра Да Мне казалось И вообще ничто И остановить не может Так Вопросы будут Я хочу поделиться Сегодня была Рождественская елка Для прихожан И устроили спектакль Там Про Герду и Кая Снежную королеву Поставили Но не слово О Боге О Христе О жертве Его О рождении Его Вот тебе и праздник Рождественской елки Подмена А подарки детям дарили Автоматы Пистолеты Пацана Вот это все и придет Задавайте вопросы Игнат Тихонович Видите он ждет Сидит В специальной кепке Игнат Тихонович А как думаете Почему апостол Павел Знает что такие там Грехи Вот у них Святыми называет Ну можно было Как то для начала Сказать что вы Такие сякие А он сначала Святые Потом начинает Только говорить Вначале он показал Что они омытые Кровью Христа И потом и святые А дальше показал Что жизнь Их запятнана Неподобными поступками Но они не отвергнуты Потому что человек Дуалистичен И он так и рассудил Все покрещения Святыми Называется У православных Вообще об этом Понятия нет Он говорит У вас такое Блудодеяние Которого у мирских Нету даже И в то же время Святые Святые это Общее название То есть мы Избранные Святые Мы получили звание Дал нам новое имя Нас зовут Христиане А дальше Какие наши поступки Теперь от них Зависит будущее Это не означает Святые Безгрешные А оправдан Благодатью Божией По первоначальному Акту Он называет их А потом Говорит Какие вы Сегодня есть Так Период времени Послужил Не на пользу Все То есть Чтобы не Зазнавались А трудились Да Да тут Он об этом И не думает Ну Показать Истинное Положение Вещей Он Одобрил Что они Уверовали Что приняли Христа А теперь Показывает Что срок Жизни Их От крещения До этого дня В котором Пишет Он не послужил Им на пользу Они Влеклись Похотью Мир Вот об этом Говорится Два состояния Человека А тут не один А целая церковь А вот у нас Заметили Как в общине Сейчас Происходить Начинает Вот пока Дети есть Там Ну занятия С ними Проводятся Они там Что то могут Слышать А вот дальше Допустим Вот у нас Янафа Начала уже Как взрослая И Лиза Вот они Ну не идут На занятия Просто здесь Остаются А дальше Ну как повлиять То на них Чтобы Они Трудились То для Христа Как это сделать Детьми то еще Можно им там Сказать что то А теперь Получается Что все Вот как они Вышли Из этого состояния С детского Во взрослая А дальше Что теперь С ними делать Непонятно Теперь На самотек Идеальный вариант Был бы Разобрать И все Но они Сами не идут Предложение Было сделано Отец Вроде И не против Там Особо Спрашивают Но Живой Отец Пока Вот Помер бы Отец Разобрали бы И глядишь Дело бы Наладилось Потому что За ними контроль Нужен Они маленькие Ребятишки И нужен контроль В церкви Епископ Оставят Он должен контролировать За порядком Следить И им тоже Нету никого Надирателя С палкой С ремнем Вот они Лежат Лежим По другому Никак На расстоянии Я пробовал Воспитывать Не получается Нужно рядом С ремнем Стоять Тогда Будет толк А словом Ничего не сделаешь Ну Нестор Ко мне Не поехал А теперь Еще Как дичок Бегает Да И ко мне Не поехал Но мы Предложили Господь Смотрит На намерение Вот Там Если Душа Как говорится Избрана То Господь Найдет Пути Подаст Ему Учителя Если Не нас То Кто-то Другие Научит А если Не избран То Даже И мы Не Научим Поэтому Если Игнатия Тихоновича Не слушают Ну Че Куда Нам Пыжиться Лень И Ложь Усилить Молитву Я за детей Каждое Утро Вечер Молюсь Но Ну Как Услышит Бог Милостив Если Скорбим Мы Об этом Тяжело Детей терять Очень Тяжело Но Они Свободны И Вера По Наследству Не Передается К сожалению Так этот Мальчик С тобой Нестер Так Хорошо Проповедовал Прямо Ну Может В будущем Скажется Но Зато Видите Семя Посеяно Теперь Они Знают В случае Беды Куда Бежать Я Сказал Будет Беда Двери Мои Открыты Прибегай Пока Беды Нету Но Пользуется Он Этим Моментом Сегодня Танислав Юрьевич Позвонил И говорит Они Сегодня Проспали И Поэтому Трое Только Ваня Остался Чистить Там Трубу А Они Трое Поехали В храм Поставили Свечку У них Там Дедушка Умер Поставили Заупокоенную Свечку В храме Царство Ему Небесного А Дедушка Был Алкоголик Ну Кто Тоже Их Этому Научил Тут Учишь Учишь Чтоб Слово Божье Открывали Они Сами Слово Божье Не Открывают Станислав Юрьевич Ставин Сейчас Слышит Я Еще Прямую Трансляцию Веду Через Вконтакте Помоги Ему Господи Тоже Душа Возревновалась Другого Города На Расстоянии Воспитывать Я Пробовал Сына Воспитывать На Расстоянии Один Прекрасный День Между Нас Сказал Он Спит Еще Я Поеду Туда Будить Меня Милицию Вызывает Меня Ничего Не Сделаешь Профукал Душа Душа Заснула Что Ты Вообще Сделаешь Будить Надо Апостол Призывает Мы Будем Каждый раз Воскресенье Будем А им От этого Облужения Они Что Ты Пришел Раньше Времени Мучить Нас Это Вот Этот Дух Неприязнь Вроде С одной Стороны Как Невозможно Служить Богу Мамуне Так И Здесь Невозможно Служить Лене Богу С Лене Буяло Надо С ней Боролся Как-то И На Меня Нападал Олене Апатия И Все Было Я В Общине Прошу Молиться Вот Такая Беда И Молятся И Ты Веришь Что Как За Тебя Братья Молятся Как Ты Можешь Подвести Надо Вставать Это Всеобщая Молитва Будет И Все А Если Общине Не Был Я Разве Вставал В 5 Утро Если Ни Бога Не Видит Как Греться Старобрядца За Шторочкой Завесил Эту И Храпи Дальше Лукас Лицемерие Поэтому Правильно Общины Нету Тяжело Очень Спасаться Общине То И То А Как Люди Вот Братья Все Тут Как Их Гонят Ничего Их Вообще Положение Аховое Так Вопрос У нас Сколько Уже Четыре Минуты Еще Братья Можно Сколько Смол Сергей Можно Сколько Смол Да Можно Я Игорь Тут Поднял Вопрос О том Что же Нам Делать С детьми Которые Становятся Совершеннолетними И не ходят На детские Занятия И не ходят Получается Иногда И никуда Ну Прежде всего Я думаю Мы должны Начать С себя Со своего Примера У нас Очень Большая Община И все Слышат Призыв Приходите На занятия Оставайтесь На занятия Один Говорит Да у меня Там надо Что-то Дома Сделать Второй Говорит Да я уже Прослушал Там в университете Четыре курса Да что я тут Я тут нового Ничего Не услышу Мне тут Делать Нечего Дети Наши Тоже Это Видят Что можно И не Приходить То есть Прийти Там Посидеть На Собрании И уйти И не Оставаться На занятиях Дети Это Тоже Видят Конечно Вот Но призыв Он должен Звучать Всегда И душа Которая Ну тянется К Богу Она Она не может Не прийти Тут Вот уже Знаете Дело Самого Человека Как вот Действительно Прописан В книге Жизни Или нет Возможно Не сейчас Они придут Возможно Потом Один Бог Знает Но мы Должны Их звать Мы не должны Как бы Опускать руки И Махать на них Рукой Да Ну все С тобой Понятно Ты уже Никакой Секой Такой Мы должны Все равно Их звать Дети Оставайтесь На занятиях Дроботы То Загуляев То Да без разницы Чьи это дети Это наши дети Чужих то нет Детей Конечно Мы должны Их звать Мы должны Их понуждать Родители Должны Прежде всего Оставлять Даже если И не хотят Дети Дети Много чего Они хотят Даже в бытовой Нашей жизни Что ли Они все хотят Да нет Конечно Но мы же Побуждаем их К тому или К другому А вот на занятия Не все мы Побуждаем Потому что Мы не все Сами остаемся И они Видя Нашу жизнь Нашу жизнь Они делают Те же поступки Почему Например Тем можно Не оставаться А нам Нас заставляют Как будто Нас за это Еще и пиликают Они же Все это Тоже чувствуют Поэтому Ну что мы Сделаем Мы звать Будем Звать Будем Всегда На каждом Собрании Виктор Андреевич Или кто идет Собрание Объявляет Оставайтесь На занятия Можно еще Конечно Конкретно Подходить Потому что Порой Знаете Смотрю на наших Деток Тоже Раз И уж Мы гнули Ой а где Только были Уже нету То есть Подойти И приостановить А куда Торопитесь Был у нас Однажды Случай Тоже Я подошла К старшей девочке Из нашей семьи Из роботов И говорю Она Ой да нам надо В магазин Я говорю Подожди дорогая Ну магазин Сейчас только 11 часов дня Ну плюс Покушаем Полчаса 45 минут Плюс Полтора часа Занятия Магазины Будут открыты Не знаю Было летний период Светло Долго Светло Ты говорю Успеешь В магазин Они не закроются Дождут тебя Я помню Даже Игорь Вроде предложил Да я тебя отвезу В магазин Ну то есть Мы должны Проявлять Еще участие И в этом И призывать И контролировать Им нужен контроль Они бесконтрольные Остаются Сами себе Им это в кайф Просто им нравится Бесконтрольность Они делают Все что хотят Раньше мама Контролировала А сейчас Вообще Красота Отцу ничего не надо А они Сами по себе Поэтому Ну давайте Как-то Объединимся Вот с любовью Нашей христианской Будем их И контролировать И оставлять И побуждать Ну все что В наших силах Делать Конечно Мы так не за год Но будем делать Спасибо Слава Христу Галь Ты вот эти слова Скажи обязательно На Следующем собрании Может быть Чье-то Родительское сердце Дрогнет Потому что Дети видят Лицемерие родителей И может быть Ради детей Родители начнут Оставаться Ну что В воскресный день Дома делать Ну можно В субботу Переделать Все это Ты же Находишь Время Ради детей Дмухи вообще Никогда Не оставляют Детей Что они делают Дома Вот братья Что касательно Там что делают Дома Да эти дела Никогда не переделаешь Они закончатся Когда наши глаза Закроются Их можно На воскресенье Галя Услышь меня Воскресенье Галя Воскресенье Ничего нельзя Делать Дома Даже если Не переделать Я о том И говорю Игорь Что в воскресный день Это нужно Все отложить Сделай в понедельник Вечером Если там Целый день Работаешь Ну не успела Сделай во вторник Но в воскресный день Написано Господу Богу Твоему Ну можно Хотя бы На занятия Сходить Нужно Сходить На занятия Послушать О Боге Неужели Ну вот мы Даже дома Мы например Встаем Мы молимся Утром Вечером Читаем Слово Божие Там какие Вопросы У детей Все это Стараемся Объяснить Но этого Мало Это так Мало Я смотрю Что остальной Та день Все Это наша Бытовая Жизнь Которая Ну куда Она В царство Небесное Она Не пойдет Это все В землю Уйдет Трудимся Чего ради Для желудка А этого Духовного Слишком Мало Я думаю Так в каждой Семье Возможно Кто-то Еще и Днем Садится Да Если Есть Возможность У кого-то С детьми Сесть Почитать Слово Божие Объяснить Там еще Что-то Я еще В машине Там включаю Проповеди Златоуст Там включаю События Дня Могу включить Ну вот Такое Что-то Что-то Послушали Хотя бы Перед школой Пока едем Но этого Мало Воскресный День Он Богу Принадлежит Первоначально Богу Принадлежит Не нам А что Вот на собрании Я же уже Могу Конечно Повториться Я уже Говорила Я призывала Людей Говорила Помните Как мы ходили На занятия В университет Зима Не зима Осень Слякоть Грязь Мы все Оставляли И шли На занятия Кто припаздывал После работы Но шли А сейчас же Нету этих занятий И никуда Не надо идти Мы уже Пришли в храм Так оставайтесь же Но нет Видите Не каждый Остается Находит Какие-то Объяснения Уважительные В их голове Уважительные И не остаются А дети Все это видят Что можно остаться А можно И не остаться Вот так вот И получается У нас Сегодня у нас Было очень Поучительно Еще Зашли к нам Милиционеры Понятых Прям в храм Понятых Искали Потому что Прямо Около нашего Храма Кто-то Большой Пакет Сбросил Этого Синтетического Наркотика И поймали его Прямо около нас Вот может быть Это Господь нам Посылает Такое знамение Что смотрите Что будет С вашими детьми Вот оно Где И будете Свидетелями Потом Чем они Занимаются И братья наши Ездили с этими Милиционерами 11 таких Закладок Этот молодой Человек Показал Вот они Чем занимаются Это да Это они будут Бегать по всему Городу Как горцевать А слово Божие Пойти Разнести Не будет Никого Ну еще Надо Обдумать Может что-то В этом Есть Так Сергей Евтушенко Пишет Что Про Совершеннолетних Детей Пусть пишут Заявку В общину Это поможет Осознать Серьезность Вопроса То есть Письменное Заявление 18 лет Исполнилось Хочешь быть В общине Пиши Написал Уже Серьезно Тебе будет То есть Уже Ты своей рукой Подпись Поставил Уже Ты же Хотел Быть членом Общины Если человек Не хочет Быть членом Общины Ну и не надо Его томить Не любит Слово Божие Сергей Спрашивает Зачем Оставаться Если любви К Слову Божию Нет Страшное Мучение Для человека Слушать Слово Божие Когда он Не любит Его Он просто Томится И все Но здесь Я Как бы Неоднозначный Вопрос Я Не знаю Святой Апостол Учит Что Если ученик Не хочет Учиться То все равно Нужно Его учить Мало ли Что он не хочет Он ребенок Мы много Коечего Не хотим Должно быть Серьезное Отношение И к молитве Не хочет Человек На молитву Вставать Надо Не хочет Человек Оставаться Надо Поэтому Не любишь Нужно И молиться Как раз О любви К Слову Божию И у Бога Эту любовь Тоже можно Выпросить Но нет У тебя Любви Сегодня Может Она завтра Появится Ну а может Никогда Не бояться Слова Божия Он Вот Вышел И прыгает Да Сленок Так же И наши Дети Но мы Должны Им Показывать Добрый Путь Поэтому Как бы Мы Не должны Вот так Вот Они Хочут Не любят Ну и все А им Того И надо Да Оставьте Вы меня В покое Вот и все Я считаю Тут нужно А эти Вот родители Которые Не остают Они показывают Свою Нелюбовь И эта Нелюбовь Передается На детях Это Соблазн Горя Через Кого Соблазн Это Великий Соблазн Родителей Детям Которые Не остаются На занятия Тут Уже Господь Так Сделал Уже Не Отвертишься Ходить Никуда Не надо Грязь Месить Не надо Включи Компьютер В месяц Там 200 рублей Заплатит Эти Несчастные За Интернет Ну 500 Ну Что Это По сравнению С тем Что Душа Твоего Ребенка Спасется А без Слово Божие Она Не спасется Она Зачахнет Сейчас Такой Возраст У них Они Хотят Вкусить Греха Вот Хоть Как Вот Они Его Не Вкушали Вот Ну Допустим Я Как Пришел Там Да Я Уже Нажрался Этого Греха И Горечь Его Знаю И Я Его Ненавижу Просто Поэтому И Я Иду Слово Божие Которое Освобождение Которое Дает Свободу А У них Да Нет Они Сразу Выросли Вы Правильно Вы Сохраняли И Они И У них Так Как Они В Миру Живут И У Них Отец Там Я Так Думаю У Них Есть Желание Вкусить Греха Попробовать Его И Вот Ничего Кроме Страха Ты Не Можешь Спасти От Этого Невозможно Загонять Палкой К слову Боже Если Сами Родители Не Ходят У нас Большинство Родителей Не Ходят Одна Галя И Ходит И Все И Галя Будет На Суде Если Спасется Обличать Этих Родителей Что Же Вы Наделали То Это Братья Это Пример Это Хорошо Да Сказала Сестра Пример Там Все Понятно Подождите Одним Примером Сыть Не Будешь Другие То Ходят А Чего Тогда С Меня Пример Не Берут Я Вообще Считай Ни Одного Занятия Не Пропустил Не По Своей Воле А Сергей Павлович Сколько Ведет Ведущий Тратит На Это Время Сил И Деньги Еще Скайп На Себя Взял Уже Пять Лет Наратачишь Его И Все Время Нужно Быть Здесь Ну Как Есть Пример Это А Игнатий Тихоныч Не Пример Что Ли Уже Что Старенький Надо Таких Молодых Как Они Чтоб 14 Лет Кто Т Был Такой Как Игнатий Тихоныч Что Пример Был Это Ну Извините Такая Отмазка Называется Детям Свойственно Брать Пример С Родителей Тут Хоть Ты Как Но Если Родители Не Любят Слово Боже Ребенок Его Тоже Не Полюбит У Меня Вообще Родители Ничего Не Знали Не То Что Не Любили Вообще Его Не Было Никакого Слова Однако Господь Открыл Мне Его Они Не Понимают Среди Кого Находятся Не Понимают Они Растут Среди Вас И Не Понимают Что Такого Нигде Ничего Нет Они Нигде Лучше Ничего Не Найдут Мы Это Понимаем И Другие Люди Это Видят И Знают Там Они Не Понимают Для Них Это Как Данность Просто С детства То есть Сравнить Даже Не С чем А Вот Грех Он Может Такой Сладкий То есть Если Его Попробуешь А Тут Входишь Библию Читаешь Это Отсекает Этот Момент Полностью То есть Греховный И Даже Понятно Что Человека Отталкивает От Чтения Слова Божия Только Одно Тяга Ко Греху Там Нет Два Варианта Либо Ты К Слову Божию Идешь Либо Ты К Греху Идешь Больше Нет Ну Что Братья Давайте Помолимся Поистине Настойно Прославлять Тебя Богородицу Всегда Блаженную И Непорочную И Матерь Бога Нашего Ты Достойна Большей Почести Чем Херувим И По Славе Своей Несравненно Выше Серафимов Ты Без Нарушения Чистоты Родила Бога Слово И Как Истинную Богородицу Мы Тебя Величаем Кому Молиться Игнаин Тихонич Скажите Оле Оле Симоненко Благодарю Тебя Господь Наш И Бог Наш За Милость Твою Что Собираешь Нас Всех Мести Птицы Слетаются К Подобным Тебе Господи Даруй 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 нам Быть Ревностными Чтобы Ближних Своих Привести К Тебе К Тебе Если Ты Позволишь Даруй Наталье Нести Свой Крест Терпением Смирением Смирением Отец Сын Сын Дух Святой Аминь Аминь Спаси Христос Слава Христос Братья Кто хочет Кто учил Можете Остаться Рассказать Для меня Самый трудный Стих Был Это Плач Еремии Это Просто Не мог Я его Выучить Очень долго Вспомнить Не мог И для Меня Тоже Брата Я там Выставила Записи Четыре Стиха Хорошо Хорошо Я отхожу С Богом Тоже Пришлю Домашнее Задание Попозже С Богом Я это На следующий Я тогда Тоже Сейчас Оставлю Задание А Брат И напиши Это В вордовском Файле Добавь Чтобы Все 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 Вопросы Выставил Будь добрый Заучить Файл Дополни Хорошо Хорошо Спасибо Рисус Спасибо Спасибо Домашнее задание с первого стиха сдавать надо, или как сейчас? Да нет, с первого-то не будет, сейчас долго будет. Да нет, последние три стиха. Иеремия 3, 22-23. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Первое послание Иоанна 2, 15. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Иаков 4, 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Плач Иеремии 3, 22-23 стих. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Первое Иоанна 2, 15. Не любите мир, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Иаков 4, 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вячеслав, у меня там долги, по-моему, какие-то были за прошлые стихи. Я долго не сдавал. Ну вот, если у вас есть какой-то тетрадочка или что, где вы отмечаете, или вы не отмечаете? Сейчас открою. Посмотрите, я много пропускал. Ну да. Первое Тимофея 4, 16. Первое Тимофея, ой, 2 Тимофея 4, 3. Римлянам 12, 19. Первое Тимофея 4, 16. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Ибо так поступая, себя и себя спасешь и слушающих тебя. Потом что там, Римлянам 12, 19. Ну да. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмещение, я вас дам, говорит Господь. Второе Тимофея 4, 3, кажется. Да. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Да. Еще что-то там? Так, 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 так. Второе послание к Олимпинам 5, 5. 2, 10. Второе, что это? Второе, к Олимпинам 2, 10. А, 2, 10. Второе послание к Олимпинам 2, 10. Ибо всем нам надлежит явиться при судилище Христово, дабы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Да, да, да. Там, по-моему, ибо всем нам должно явиться, да? Или надлежит явиться? Ибо всем нам... По-моему, ибо все нам должно явиться. Да, так и есть. Поповерить надо. Так и есть. Должно, да? Ибо всем нам должно явиться при судилище Христово. Правильно, Вячеслав сказал? Мир всем. Я только прибыла. Заминуйте меня. Давайте три последних стиха, если возможно. Это Плач Еремея 3, 22, 23, 2, 15, 1 Иоанна и Иакова 4, 4. Иакова 4, 4. А у меня что-то еще там. А я такой даже еще не записывала, у меня нет. Но хорошо. Значит, Плач 3, 22, 23. По милости Господа мы не истощили. Ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Его. 1 Тимофеев 2, 15. 1 Иоанна, Иоанна, Иоанна. А, 1 Иоанна, 2, 15. Не любить мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви. Очень. А следующее повторите, пожалуйста. Какое должно быть? Иакова 4, 4. Прелюбодей, прелюбодейца. А, ну это я не учила даже. Иакова 4, 4. Хорошо, к следующему. И следующее сразу запишите. Марка. И на следующее. Ага. Марка, 16, 15. И сказала им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие все твари. Ну это тут отдых будет. 16, 15. Да. Иакова 4, 4. Марка, 16, 15. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо. Так, кто-нибудь еще хочет рассказать? Починка, Сатерина. Я хотел, Вячеслава, спросить, а ты у себя дублируешь на твоем канале? Вот эти места описания, которые вы здесь заучиваете? Не поняла, как дублируешь. Или в скайпе у себя, или в этом, где ты занятия проводишь-то? В скайпе. Нет, ничего не дублирует. Тут только. Я не могу здесь участвовать, потому что Сергей меня исключил, потому что не хватает иногда места для других новеньких людей. И я не могу в эту вашу зайти. Так можно прислать, прислать можно. Вот начитать просто сообщение и все. Нет, я просто не знаю, какие вы места описания заучиваете. А, или ты выставляешь здесь, да? А, я тут, да, картинки скидываю. Хорошо, хорошо, я все понял. Я не могу сразу зайти. Я вордовский файл сейчас сброшу. Ну давай сброшу. И там все как раз. Тебе прямо. Спасибо, Христос, брат. Спасибо, Христос. Так, Екатерина? Да. Так, плач. Плач, Римин. Третья глава, 22-й. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, и оно облавляется каждое утро, и верность велика твоя. Затем я послание Якова 4,4, кажется. Прилюбодей, пролюбодейцы. Ибо вы не знаете, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 1 Иоанна, 2,15. Не любите мира, и что в мире, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви отчей. Всё. Аминь. Якова 4,4. А разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Да, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, кто становится врагом Богу. Аминь. Всё, благодарю. Кто-то ещё? Спасибо. Спасибо.